Сестры, что за радость собраться в кругу всемирного соотружества сестер? Женщины, которые заключают заветы с Богом и соблюдают их, нас связывают духовные узы, помогающие встречать трудности наших дней. А соблюдение этих заветов позволяет нам быть влиятельными женщинами, приближающимися к других, к Спасителю. Те, кто были крещены, заключили в тот незабываемый день завет взять на себя имя Иисуса Христа, всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди, и служить Ему до конца. Если поступаем так, Небесный Отец обещает простить наши грехи и дать нам напарничество Святого Духа. Эти благословения ставят нас на путь, который, если продвигаемся вперед и стремимся устоять до конца, приведет нас к жизни с Ним и Его Сыном в Целесиальном Царстве. Каждому крестившемуся обещаны эти привилегии при условии соблюдения заветов, которые он или она вступили в тот особый день. Те, кто заключают дополнительные заветы в храме, получают обещания, исполнение которых зависит от личной праведности. Мы обещаем соблюдать заповеди Бога, жить по Евангелию Иисуса Христа, быть нравственно чистыми и посвящать свое время и таланты Господу. В свою очередь, Бог обещает благословение в этой жизни и возможность вернуться к Нему. В этом процессе нам дана сила отличать истину от заблуждений, правильной от неправильного, среди множества сбивающих с толку негативных голосов. Какой сильный дар! В подготовке к моему первому посещению храма, мама и опытные сестры из общества Милосердия помогли мне собрать все необходимое, включая прекрасную церемониальную одежду. Но самая важная подготовка началась до принятия решения о том, что одеть. Проводя со мной собеседование на тему достоинства, мой епископ разъяснил те заветы, в которые я должна была вступить. Его заботливое разъяснение дало мне возможность обдумать эти заветы и подготовиться к их заключению. Когда наступил тот день, я сделала это с чувством благодарности и покоя, хотя и не понимала полностью значения заветов, в которые вступаю. Я знала, что связано с Богом этими заветами, и что, если буду соблюдать их, мне обвещаны благословения, которые тогда я едва понимала. Со времени того первого посещения храма я неоднократно убеждалась в том, что соблюдение заветов, которые мы заключаем с Богом, позволяет нам черпать силу Спасителя, который укрепляющий нас в неизбежных испытаниях, обеспечивающий нам защиту от влияния искусителя и готовящий нас к вечной славе. Жизненный опыт может варьироваться от комичного до душераздирающего, от мрачного до исполненного славой. Любой опыт помогает нам лучше понять всеобъемлющую любовь Отца и нашу способность меняться с помощью дара милости, преподнесенного Спасителем. Соблюдение нами заветов позволяет силе Спасителя ощущать нас по мере того, как мы учимся на собственных ошибках, незначительных или серьезных. Наш Искупитель всегда рядом, чтобы подхватить нас, когда мы падаем, если мы обращаемся к Нему. Вы когда-нибудь стояли на высокой скале, упираясь пальцами ног в ее край и повернувшись спиной к пропасти? При спуске, даже если вас надержит система прочных веревок и снаряжений, ваше сердце бьется чаще, когда вы стоите на самом краю. Шаг назад со скалы и раскачивание в воздухе требуют доверия к анкеру, прикрепленному к неподвижному объекту. Это требует доверия к человеку, который будет натягивать веревку во время вашего спуска. И хотя снаряжение позволяет контролировать спуск, вы должны быть уверены в том, что ваш партнер не даст вам упасть. Хорошо помню, как спускалась на веревке с группой молодых женщин. Я шла первой в группе. Шагнув со скалы, я перешла в неуправляемое падение. К счастью, веревка дернулась, и мой слишком быстрый спуск прекратился. Свисая на полпути до острых камней, я горячо молилась о ком-то или чем-то, удерживающем меня от падения на камни. Позднее я узнала, что анкерный болт был установлен ненадежно, и как только я шагнула с края, страховавшего меня человека повалило на спину и потащило к краю обрыва. Каким-то образом он смог упереться ногами в камни. Закрепившись в этом положении, он с трудом опустил меня с помощью веревки, перебирая руками. Хотя мне было не видно его, я знала, что он изо всех сил старается спасти меня. Другой друг был у подножия его скалы, готовясь поймать меня, если веревка оборвется. Когда я оказалась в пределах досягаемости, он схватил меня и опустил на землю. Имея Иисуса Христа в качестве нашего якоря и совершенного партнера, мы заверены в его любящей силе во времена испытаний и в конечном избавлении с его помощью. Президент Рассел Балт учил, вера в Бога и в Его Сына Иисуса Христа – это якорь, который должен быть в нашей жизни и который будет удерживать нас во времена социальной турбулентности и нечестия. Наша вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе, Его жизни, Его искуплении и восстановлении Его Евангелия. Духовное снаряжение, которое удерживает нас от того, чтобы разбиться о камне невзгод – это наше свидетельство об Иисусе Христе и завете, которые мы заключаем. Мы можем полагаться на эту поддержку, которая будет направлять нас к безопасности. Спаситель, наш добровольный партнер, не позволит нам упасть за пределы Его досягаемости. Даже во времена наших страданий и скорби Он находится рядом, чтобы поднять и приподрить нас. Его сила помогает нам оправиться от зачастую пагубного влияния нужного чужого выбора. Однако каждый из нас должен найти беседку и убедиться в том, что узлы надежно завязаны. Мы должны принять решение, чтобы быть связаны со Спасителем с помощью наших заветов. Как укрепить наш якорь? Мы молимся со смиренным сердцем, изучаем священные писания и размышляем над тем, над ними, принимаем причастие в духе покаяния и благоговения, стараемся соблюдать заповеди и следуем наставлениям пророка. Выполняя свои ежедневные задачи на более высоком уровне и с большей святостью, мы становимся крепче, связанными со Спасителем, и с другой стороны помогаем другим людям прийти к Нему. Как же выглядит этот более высокий уровень и большая святость? Мы стараемся жить по Евангелию во взаимоотношениях с другими людьми, мы поддерживаем нуждающихся, искренне заботясь и выражая любовь простыми делами служения. Мы делимся благой вестью Евангелия с теми, кому нужны покой и сила. Мы трудимся, чтобы объединять семьи навечно по обе стороны завесы. Что касается тех, кто заключил заветы в Доме Господа, президент Рассел Нельсон объяснил, «Каждый взрослый посетитель храма будет носить священное одеяние священства, которое напоминает нам о необходимости, чтобы каждый день идти путем заветов на более высоком уровне и с большей святостью». Эти действия не просто бахвальство. Они необходимы для нашего повседневного счастья и вечной жизни. Для нашего вечного совершенствования нет ничего важнее соблюдения заветов, которые мы заключаем с Богом. Когда наши храмовые заветы в силе, мы можем уповать на радостное воссоединение с дорогими нами людьми по другую сторону завесы. Ребенок, родитель или супруг, покинувший земную жизнь, всем сердцем надеются, что вы будете верны заветам, связывающими вас вместе. Если мы пренебрегаем нашими заветами с Богом или относимся к ним легкомысленно, то подвергаем опасности эти вечные узы. Пришло время покаяться, исправиться и снова начать стараться. Счастье бессмысленно, если мы обмениваем благословение вечной жизни, вечной радость на сиюминутную легкость. Вне зависимости от нашего возраста, вот абсолютно истина, секрет продолжительного счастья лежит в жизни по Евангелии Иисуса Христа и соблюдению наших заветов. Наш пророк, президент Нельсон, заверил в том, что наша наивысшая защита и наше единственное продолжительное счастье состоит в том, чтобы держаться за железные перила восстановленного Евангелия Иисуса Христа с Его полностью заветов и таинств. Поступая так, мы можем безопасно плыть по бурным водам, поскольку имеем доступ к Божьей силе. Многие из нас плывут по бурным водам, в то время как нашвыряют волны невзгод и иногда ослепляют потоки слез, сопутствующие этим трудностям. Мы можем не знать, в каком направлении плыть в лодке нашей жизни. Мы можем даже подумать, что у нас нет сил добраться до берега. Помни о том, что вы – возлюбленное дитя Бога. Зачем вы находитесь на земле? И вашу цель – жить с Богом и близкими. Вы можете сделать свое видение более ясным и устремиться в правильном направлении. Посреди бури сияет яркий свет, указывающий путь. «Я – свет, сияющий в тьме», – провозгласил Иисус. Мы в безопасности, когда смотрим в Его свет и сохраняем целостность наших заветов. Это большая честь для меня – общаться с женщинами всех возрастов, находящимися в различных обстоятельствах и соблюдающими свои заветы. Каждый день, вместо того, чтобы просматривать популярные средства массовой информации, они взирают на Господа и Его пророка, чтобы получить руководство. Несмотря на их индивидуальные проблемы, пагубные мирские измышления, отговаривающие их от соблюдения своих заветов, они полны решимости оставаться на заветном пути. Они полагаются на обещание получить все, что имеет Отец. Вне зависимости от возраста, каждая из нас, женщин, заключивших заветы с Господом, способна удержать свой свет и направить других людей к Нему. Когда вы соблюдаете свои заветы, Он благословляет вас своей силой священства и делает всех способными оказывать глубокое влияние на всех, с кем вы взаимодействуете. Дорогие сестры, в первую очередь оставайтесь на заветном пути к Иисусу Христу. Нам посчастливилось прийти на землю в то время, когда храмы усеивают земной шар. Заключение и соблюдение храмовых заветов доступно каждому достойному члену церкви. Молодые, взрослые, вам не нужно ждать заключения брака и призвания на миссию, чтобы вступить в эти священные заветы. Вы, как молодая женщина, можете подготовиться к получению защиты и силы, которые дают храмовые заветы, как только вам вспомнится 18 лет. И вы почувствуете готовность и желание чтить эти храмовые заветы. Если вы уже получили благословение храма, не позволяйте доброжелателям или отвлекающим факторам оторвать вас от вечных истин. Изучайте и спрашивайте в надежных источниках, чтобы лучше понять священное значение и заключенных вами заветов. Посещайте храм всякий раз. Я свидетельствую о том, что когда мы принимаем решение заключить заветы с Небесным Отцом и получаем доступ к силе Спасителя, соблюдать их мы благословлены большим счастьем в этой жизни и сможем себе представить, чем можем себе представить. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok